Конфликты – это часть нашей жизни. Даже самый миролюбивый человек хоть раз в жизни скандалил с кем-то, будь это подчиненный, который не желает выполнять свои рабочие обязанности, сотрудник МФЦ, от которого даже с пакетом всех необходимых документов не добьешься нужной справки, или клиент, в адекватности которого можно легко усомниться. Я не смогу, наверное, вас отвезти на косую гору. Я просто не вижу конечную точку. Ежу домой на косую гору, мне уже надоело. Я тут при чем? Я водитель. Система – это не я придумала. Вы не хотите везти, вы сидите, блин. В этом видео я хочу разобрать конфликт таксистки и пассажирам, где нельзя однозначно сказать, кто прав, а кто виноват. Таксистку довели до слез. Это яркое проявление эмоций, поэтому видео наверняка вызовет у зрителей большой эмоциональный отклик. Что за хрень такой? Давайте я вам отдам все вот эти вот 428 рублей, и вы просто отстанете от меня и уйдете. Я прекрасно ее понимаю, что ей нужно ехать, чтобы она вызвала такси, она его ждала, но я не могу, потому что... Как можно было решить этот конфликт с пользой для обеих сторон? Как отстоять свои интересы, когда к вам проявляют агрессию? И кого же винить в этой ситуации? Таксистку? Клиентку? Или приложение? Однако, давайте не будем этому поддаваться, а пройдемся по всему холодным взглядам наблюдателя. И на чужих ошибках научимся взаимодействовать со скандальными или неуравновешенными людьми. Прежде чем мы обсудим, как решить этот конфликт с пользой для обеих сторон, поговорим о другой полезной вещи, которая поможет вам экономить и зарабатывать. Это дебетовая карта Тинькофф Блэк с лимитированным космическим дизайном от Лэйзи Скойер. Самое главное, это если вы успеете оформить эту карту по ссылке в описании до 15 февраля и успеете потратить от 3000 рублей, то получите 1000 рублей обратно на карту. Зарабатывать и экономить можно постоянно, пользуясь преимуществами Тинькофф. До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. До 30% кэшбэка при совершении покупок у партнеров, перечень которых постоянно обновляется. Кэшбэк приходит настоящими рублями, которые можно снять наличными в любом банкомате мира бесплатно. Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. Плюс у Тинькофф очень удобное приложение, которое позволяет покупать билеты в кино, театры, концерты. И при этом билеты будут храниться прямо у вас в приложении. Удобно также оплачивать топливо на заправках, не выходя из машины. Оплата авиабилетов, бронирование отелей, парковки, штрафы, платные дороги и многое другое. Переходите по ссылке в описании и оформляйте карту, пока акция еще не закончилась. Ну а мы продолжаем наш разбор. Для начала разберем ситуацию до начала конфликта с точки зрения таксистки. Она в перерыве между заказами решила взять еще один и направилась по указанному адресу. Однако, когда таксистка приехала за клиентом, ее ожидал неприятный сюрприз. Приложение не показывает, куда нужно отвезти человека до тех пор, пока таксист не примет заказ. Выяснилось, что клиентка живет очень далеко. И у девушки не хватит времени, чтобы обслужить пассажира. Подобные ситуации ставят таксистку в неудобное положение и ей приходится отказываться от заказа. Я не смогу, наверное, вас отвезти на ко всю гору. Извините, у меня просто заказ предварительный в 900 раз, Максон. Я просто не успею. Я просто не вижу конечную точку и поэтому как бы... Теперь рассмотрим эту же ситуацию с точки зрения пассажирки. Женщина вызвала такси. У нее есть свои планы. И тут она понимает, что осуществить их не сможет. А если у клиентки это и получится, то не так быстро, как она ожидала. Ведь ей придется заново ждать такси и надеяться, что следующий водитель не откажется от заказа. В разговоре она сообщает о том, что таксисты не любят ездить на косую гору. А значит, с этой ситуацией она сталкивается не в первый раз. Это обстоятельство и вызывает у нее настолько эмоциональную реакцию по отношению к таксистке. Подобное недоразумение называют инцидентом. И это начальная стадия конфликта. Инцидент – это неприятное происшествие, которое может быть вызвано словами или действиями одной из сторон. Другая сторона может воспринять это как угрозу своим интересам. Те высказывания или поступки, которые вызывают недоразумение, называются конфликтогеном. В данном случае две противоборствующие стороны – это таксистка и пассажирка. Первая заинтересована в отказе от заказа с наименьшими потерями. А вторая – прибытии в пункт назначения. Конфликтогеном в инциденте выступают слова таксистки о том, что она не сможет отвезти женщину на косую гору. Несмотря на то, что таксистка спокойно объясняет ситуацию и предлагает варианты решения проблемы, пассажирка не слушает ее. Женщину захлестывают эмоции, и она начинает отстаивать свои интересы довольно радикальным способом. Клиентка повышает голос и морально давит на девушку, пытаясь вызвать у нее чувство стыда. Конфликт достигает своего пика. Эта стадия называется эскалацией. В это время каждые последующие действия участников конфликта оказывают более разрушительный эффект, чем предыдущие их слова и поступки. Видео, когда конфликт достигает своего пика, и таксистка, и пассажирка каждый раз все больше и больше повышают голос. Клиентка также начинает морально давить на девушку, пытаясь вызвать у нее чувство стыда. Эта часть конфликта начинается с инцидента и заканчивается завершением спора, когда борьба между двумя оппонентами ослабевает. Ну а что вы от меня хотите, я вам объясняю. Отказывайтесь! Сами делайте так, чтобы... Я не могу сделать так, чтобы с вас не списали деньги. Я вам это сейчас просто верну. Охренеть! Иди не хочет, деньги с нас списывают. Да это не я делаю! Хватит вообще орать на меня! Вы в моей машине находите! Я тоже езжу с московского вокзала, езжу домой на Косой Гор, и мне уже надоело. Я тут при чем? Я водитель! Система это не я придумала, понимаете? Я вам говорю, я откажусь, вас сейчас пишут 100 рублей. Ахренеть! Я сказала вам, я вам сейчас верну. И сейчас я еще буду ждать такси. Ну а я-то тут при чем? Таксистка на протяжении всего спора пытается объяснить ситуацию и решить проблему мирным образом. Когда конфликт достигает пика, она повышает голос для того, чтобы клиентка услышала ее слова, но пассажирка реагирует совсем не так, как ожидает девушка. Я сейчас верну деньги! Я сейчас верну деньги! Я не знаю, что мне делать! Я сегодня попереду! Ну а она сейчас вернет! Опять меня попереду, успокойтесь вы! Хватит орать! Вам сейчас вернут эти... Женщина игнорирует те варианты, которые ей предлагают. Не слушает объяснений и продолжает давить на таксистку. Мы можем заметить, что у пассажирки есть дополнительный триггер. Теперь рассмотрим два отрывка из видео. Смотрите, из-за того, что у вас безналичная оплата, у меня получится так, что с вас там рублей 100 спишите. Нет, не надо! Послушайте, тихо, 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 я вам сейчас их отдам. Я сейчас дочь оплачивает. Я вам сейчас отдам деньги. Не надо мне деньги отдам. Либо везде, либо делать так, чтобы все. И еще один фрагмент, где мы можем увидеть, что вызывает у клиентки триггер. Я откажусь, вас сейчас спишут 100 рублей. Я вам сейчас вернусь. И сейчас я еще буду ждать такси. Думаю, вы уже догадываетесь, что это за триггер. Каждый раз, когда речь заходит о списании денег, она моментально перестает слушать и начинает кричать на таксистку. Хотя девушка сразу же после этой фразы предлагает варианты, которые помогут избежать потери денег. Таксистка проявляет участие и готова компенсировать расходы. Но все ее попытки это объяснить не увенчались успехом. Я понимаю, вас прекрасно, что вы не виноваты. Но я вам говорю, что меня там ждет 9 утра пассажир. Я не могу туда не приехать. Понимаете? Из-за того, что я не вижу конечной точки, вот это ерунда происходит. Вот это платное ожидание. Поступки пассажирки – это яркий пример агрессивного поведения. Если вы внимательно смотрите мои выпуски, что я очень надеюсь, то наверняка помните, что такое агрессивное поведение. Это мотивированное разрушительное поведение, которое противоречит нормам сосуществования людей. Человек, который ведет себя агрессивно, наносит физический или моральный вред людям, вызывая у них психологический дискомфорт. Это и делает пассажирка, когда кричит и морально давит на таксистку. Ученые выделяют 5 основных стилей конфликтного поведения. Силовой стиль, уклонение от конфликта, приспособление, компромисс и сотрудничество. Сегодня мы поговорим о двух из них, один из которых использует таксистка, а другой – пассажирка. Силовой стиль. Его еще называют стилем акулы. В этом случае человек пытается заставить другого выполнить свои требования, не считаясь с мнением оппонента. Это и делает пассажирка. Приспособление. А вот этот стиль конфликтного поведения заметен у таксистки. В этом случае человек готов пожертвовать своими интересами, чтобы удовлетворить потребности оппонента и завершить конфликт. Я вам их возвращаю. Я ваши деньги мне не нужны. Держите. Поговорим о стиле конфликтного поведения пассажирки. Она применяет силовой стиль по отношению к таксистке. Женщина насильно навязывает свою волю, не считаясь с чужими интересами. Почему ей удается это сделать и в каких случаях люди используют силовой стиль для решения конфликтов? Давайте разберемся. Пассажирка применяет силовой стиль для решения конфликта, потому что у нее есть явное преимущество в ресурсах влияния. В этом случае женщина является заказчиком услуги. А значит, у нее есть определенная власть над таксисткой, по крайней мере, по ее мнению. Она может испортить девушке рейтинг и написать жалобу в поддержку, что уменьшит количество потенциальных клиентов у таксистки. Считается, что клиент всегда прав, поэтому таксистка в данной ситуации находится в невыгодном положении. Применение силового стиля, на первый взгляд, может показаться довольно эффектной тактикой в этой конфликтной ситуации. Я не хочу ехать за 25 рублей в переполненную автолайне, стоять на остановке. Я вызвала такси за 400 с лишним рублей. Все, совсем все уже оборзели. Тань, звать не в поддержку. Все, у меня нет. Короче, давайте я вам отдам все вот эти вот 428 рублей, и вы просто отстанете от меня и уйдете. Хорошо? Вот я вам сейчас еще 200 рублей, да? Женщина не только вернула деньги за поездку, о чем мы узнаем потом, но и получила дополнительные 400 рублей. Однако у этого стиля есть несколько недостатков. И главный из них – бесполезность подобного способа решения конфликтов в долгосрочной перспективе отношений. При помощи силового стиля редко удается решить конфликт. Более слабый участник просто временно подчиняется силе. Существует вероятность, что конфликт возобновится, особенно если расстановка сил изменится. И зачастую подчинение бывает формальным. И человек на самом деле может даже продумывать, как защитить свои интересы в следующий раз. Не все, но бывает достаточно часто. А вот победитель часто расслабляется и думает, что ему больше ничего не угрожает. Из-за этого в следующей конфликтной ситуации начать применять силовой стиль может уже тот человек, против которого его применили в прошлый раз. Мы можем сделать вывод, что силовой стиль не всегда помогает устранить конфликт, а лишь заставляет более слабого оппонента временно подчиниться. Однако, если оппоненты находятся на разных ступенях социальной иерархии, применение силового стиля будет наиболее эффективно. Ведь слабый соперник просто не сможет оказать сопротивление. По этой причине данный стиль часто применяют начальники по отношению к подчиненным, учителя по отношению к ученикам и родители по отношению к детям. У начальника, например, есть возможность в любой момент уволить подчиненного. А ребенок может бояться наказания от родителей. Однако, не стоит забывать, что использование силового стиля для решения конфликтов деструктивно. Оно наносит психологический дискомфорт и в долгосрочной перспективе окончательно испортит отношения между людьми. Теперь разберем, как ведет себя таксистка во время конфликта. У нее мы можем заметить признаки пассивного поведения. Как только девушка сталкивается с агрессией, она ставит себя в позицию жертвы. Это наиболее заметно, когда пассажирка покидает салон. Мы видим, что девушка плачет, жалуется зрителям на сложную клиентку и считает себя жертвой обстоятельств. Я спокойно, блин, ей сказала, что я не могу. Я понимаю прекрасно, что из нее это неприятная ситуация. Но вот так вот просто орать и вот такую вот истерику. Вот, устраивает. Пассивное поведение – это выражение своих мыслей и жизненной позиции в скромной и извиняющейся манере. Это легко заметить, если обратить внимание на то, каким тоном девушка говорит о том, что не сможет отвезти пассажирку на косую гору. Я не смогу, наверное, вас отвезти на косую гору. Извините, у меня просто заказ предварительный. Я ведь с утра смогу в Толстовский вокзал, и я просто не успею. Однако это не единственный признак пассивного поведения. Таксистка в ней в состоянии защитить собственные интересы. Девушка говорит клиентке, что деньги ей поступят через некоторое время. Но пассажирка начинает возмущаться. Рассмотрим отрывок из этого видео. Короче, давайте я вам отдам все вот эти вот 428 рублей. И вы просто отстанете от меня и уйдете. Хорошо? Вот я вам сейчас еще 200 рублей дам. Я уже не могу просто вот этот вот бред слушать весь. Таксистка выплачивает клиентке 428 рублей из своего заработка. Чтобы женщина от нее, наконец, отстала и ушла. Потому что, как она выразилась, не в состоянии слушать этот бред. Как мы узнаем потом, клиентке и те средства, которые были списаны, вернули. А деньги таксистки у нее тоже остались. Яндекс полностью вернул эту сумму клиенту. И она из меня получила вот эти 428 рублей. Таким образом, женщина понесла убытки. Если учесть, что косая гора находится далеко, судя по их разговору, убытки не такие уж и маленькие. Можно подумать, что таксистка убедилась в неадекватности пассажирки и решила, что спорить с ней себе дороже. Иногда это и правда так. Однако водителям такси часто приходится возить скандальных и неадекватных людей. Личности в состоянии алкогольного опьянения и других интересных персонажей. И если каждому из них оплачивать поездку подобным образом, чтобы избежать конфликта, никаких денег не хватит на компенсации. У девушки мы видим тот самый приспособленческий тип конфликтного поведения. Она жертвует своими интересами, чтобы удовлетворить потребности клиентки и завершить конфликт. Мы можем это понять, когда девушка говорит, что она заплатит эти 428 рублей, чтобы женщина отстала от нее и ушла. Короче, давайте я вам отдам все вот эти вот 428 рублей и вы просто отстанете от меня и уйдете. Некоторые могут подумать, что таксистка слезами пытается надавить на жалость. Но я не согласен, это не так. Просто обратите внимание, как она не справляется с давлением. Девушка не способна спокойно и хладнокровно решить ситуацию. Каждая фраза клиентки выводит ее на эмоции. Она начинает повышать голос. И в конце мы можем увидеть, что после того, как конфликтная пассажирка покинула салон, таксистка расплакалась и дала волю своим эмоциям на полную. Как можно было бы решить данную проблему? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, определим тип личности пассажирки согласно классификации трудных личностей Скотта. В ней Скотт описала те типы личностей, с которыми всем людям сложно взаимодействовать. Согласно этой классификации, пассажирка является взрывным человеком. Для того, чтобы решить конфликт, необходимо дать человеку выговориться и выслушать его. Важно, чтобы оппонент понял, что вы его услышали. Ни в коем случае нельзя самому переходить на крик. Таксистка же высела голос, из-за чего уменьшила свои шансы уладить скандал в этой ситуации. Я вам объясняю. Отказывайтесь сами делать так, чтобы... Я не могу сделать так, чтобы с вас не списали деньги. Да это не я делаю! Хватит вообще орать на меня! Итак, что же получается? Таксистка виновата в случившемся? Женщина не выдержала психологического давления. Она переняла исходящую от пассажирки форму коммуникации и не смогла продолжить спокойное общение, которое необходимо для эффективного взаимодействия с взрывными людьми. В некоторой степени таксистке присуща инфантильность. Иногда она ведет себя как ребенок. Например, ребенок часто не может защитить свои интересы в силу психологической незрелости. Часто он бессознательно выполняет просьбы взрослых, не пытаясь отстаивать свое мнение. Чем младше ребенок, тем меньше он анализирует. Нужно ли ему выполнять требования старших и можно ли этого избежать, если ему что-то не нравится? Однако, такие ситуации происходят и во взрослом возрасте, даже с теми, кто, казалось бы, научился защищать свои интересы. Как мы уже говорили до этого, у девушки имеются признаки пассивного поведения и поэтому она находится в невыгодном положении. Таксистка не способна в этой ситуации защитить свои интересы и поэтому платит пассажирке 400 рублей из своего кармана. Хотя знает, что сервис вернет ей деньги. Кроме того, таксистка очень впечатлительная. После конфликта она начинает плакать и долго не может успокоиться. Девушка работает таксистом и может взаимодействовать с разными людьми, а подобный конфликт, ну, далеко не самое страшное, что может случиться с водителем. До этого, например, я разбирал конфликт таксиста с Мурадом. Если вы не видели этот ролик, то после просмотра этого видео можете посмотреть его по подсказке. Несмотря на то, что ситуации похожи, обоих водителей обманули при помощи оказания на них психологического давления, реакции же у них все-таки отличаются. Парень спокойно продолжил работать после этого, как ему не заплатили, возможно, утешая себя тем, что у него, по крайней мере, будет контент для канала. Девушку же ситуация вывела из эмоционального равновесия. Она долго плачет после того, как трудная клиентка покинула салон автомобиля. Однако, права ли пассажирка? С одной стороны, она заплатила за услугу и имеет право требовать, чтобы ее исполнили. По сути, ее не должны волновать проблемы таксистки. Но с моральной точки зрения клиентка поступает не совсем корректно, на мой взгляд. Она зациклена на своих интересах и не желает слушать ни единого слова таксистки. Все-таки все мы люди и каждый может допустить ошибку или не рассчитать свои силы. Клиентка ведет себя агрессивно и морально давит на женщину, причиняя ей сильный психологический дискомфорт. И она даже это видит. Усугубляет эту ситуацию тот факт, что даже после того, как женщина выплатила компенсацию из собственного кармана, клиентка продолжила кричать и возмущаться. Да, ей владели эмоции, да, многие водители отказываются ехать на косую гору, да, таксистка поступила непрофессионально. Но это не дает пассажирке право переходить личные границы незнакомого человека. Тем более, женщина осознала свою ошибку, извинилась и даже не просто вернула деньги, а по сути выплатила ей дополнительную компенсацию. Виноваты ли приложения? Почему же разработчики не позволяют таксистам видеть конечную точку маршрута? Казалось бы, такая простая функция и столько проблем будет устранено. Но на самом деле, если таксисты будут видеть конечную точку, пассажирам, которым нужно уехать далеко или тем, которые живут в районе с плохими дорогами, будет очень проблематично добраться до дома. Зачем специально брать заказ, где придется ездить по кочкам, если за это время можно взять два нормальных заказа? Разве что из чистого благородства. А вот если конечная точка скрыта, то уже намного меньше таксистов захотят испортить себе рейтинг и откажутся от заказа, только если совсем нет возможности осуществить поездку. Старайтесь принимать большинство предложенных заказов. В противном случае доступ к сервису будет временно приостановлен. Этот конфликт, как и любой другой, можно было бы спокойно решить, причем еще и удовлетворить потребность обеих сторон. Для этого таксистки стоило, ну для начала хотя бы спокойно выслушать клиентку, дать выговориться и после того, как она успокоится, предложить ей варианты решения проблемы. Взрывным людям нужно дать выход эмоциям во время конфликта. Если такого человека спокойно выслушать, не переходя на крик и дать ему почувствовать, что вы его поняли, он охотнее пойдет на компромисс. Клиентке же стоило совладать с эмоциями и дослушать женщину до конца. Если бы она постоянно не перебивала таксистку, то поняла бы, что списанные приложением деньги никуда не пропадут. Компенсация расходов сэкономила бы не только деньги, но и нервы, и время, которые были потрачены на этот конфликт, и последующее спорченное настроение на оставшийся день как минимум. А что вы думаете об этом конфликте? Делите своим мнением в комментариях. А лично у меня на сегодня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Если будут какие-нибудь даже конструктивные мнения, пожелания, выражения своих точек зрения, конструктивные, повторяюсь, я готов их с вами обсудить в комментариях. Не забывайте, что на канале действует спонсорская подписка, где в зависимости от выбранного тарифа вы получаете разные бонусы. Вы можете ознакомиться с этим по ссылке в описании. Также есть и другие соцсети, Telegram, Instagram, где я активно сижу, участвую, выдаю неформальный контент, в отличие от YouTube-канала. Поэтому переходите, встретимся там. До новых встреч.